Проблемы освещения улиц, водоснабжения, благоустройства, ритуальных услуг, а также выплаты АСП это лишь малая часть вопросов, которые сегодня жители Наур-Урзбайского района задали Бахаджану Сагентаеву. Аким посвятил встречи с горожанами несколько часов и выслушал 67 обращений. Большинство из них глава мегаполиса решал сиюминутно. Другие жалобы горожан поручил ответственным управлением взять на контроль. За диалогом наблюдала Рамина Мирзалимова. Чтобы увидеться с Акимом лично и задать свой насущный вопрос, жители начали собираться в зале 176-й школы еще с раннего утра. Традиционно Бахаджан Сагентаев подвел итоги предыдущей встречи, которая состоялась в середине августа и рассказал собравшимся о том, какие вопросы будут решены в течение ближайших пяти лет в рамках плана развития новой Алматы. Мы достаточно выросли по бюджету. Мы смогли получить достаточное количество денег, в том числе и на пробивку всех наших дорог, которые сейчас про Абая говорили, и метро, и сети, и освещение, и все остальное. То есть на все инфраструктурные проекты мы получаем достаточное количество денег на следующий год. На предыдущей встрече жители адресовали главе мегаполиса около 40 вопросов. 20 из них уже решены положительно, оставшиеся на стадии разработки. Большинство из них касались социальных проблем. И вот результат. В течение трех месяцев 25 семей подключили к голубому топливу с 5-процентной скидкой, установили 10 новых остановок, построили тротуары, провели демонтаж лежачих полицейских. На сегодняшнем собрании люди говорили об отсутствии освещения на улицах, о задержке по выплатам с АСП, проблемах со строительством дорог и с водоснабжением. Пожаловались горожане и на стоимость лекарств. Цены на медикаменты сетуют жители, значительно возросли. Указали люди и на имеющиеся недостатки в ритуальных услугах. Жаловались люди и по поводу общественного транспорта. После первой встречи с вами, Бахчан Надежда, два маршрута были продлены. Это 27 и 118. И на двух маршрутах увеличен подвижной состав. Это 104А и 110. Буквально вчера на 118 маршруте все автобусы были обновлены и увеличены. Их количество было увеличено вдвое. Просили Акима также построить игровые площадки и парковки. На все вопросы Бахчан Сагентаев отвечал лично и тут же дал поручение руководителям компетентных управлений и Акиму Новрузбайского района взять их на особый контроль. Итоги результата встречи мы подведем в итоговом выпуске новостей. Рамина Мирзалимова, Арсен Санзебаев, телеканал Алматы. Особое недовольство у горожан вызвала чрезмерная дороговизна услуг погребения. Об этом жители Новрузбайского района тоже рассказали Бахчану Сагентаеву. Люди сетуют, что 6 квадратных метров земли предоставляются государством бесплатно. Однако житель района утверждает, что на кладбище за нее взимает кругленькую сумму. Глава мегаполиса тут же поручил прокуратуре тщательно разобраться в этом вопросе. Десятки тысяч стоит цена, десятки тысяч. А государство выделяет нам для похоров всего 30 тысяч. А там несколько раз дороже. Представители прокуратуры пояснили, что действительно каждый казахстанец имеет право на 6 квадратов земли бесплатно. Если же в ходе проверки окажется, что работники кладбища действительно продают места для захоронения, то виновные непременно понесут наказание. Государство также предоставляет 6 квадратных метров бесплатно. Касательно того, что есть определенный на каждой кладбище тариф, это ритуальная услуга. В данной ситуации я считаю, что в эту сумму никак не входит сам земельный участок. Данная земля должна также предоставляться вам бесплатно.